А сейчас оперативная информация о паводковой ситуации в регионе. В Есильском районе стихия прошла, можно сказать, спокойно. Разрушений и ущерба нет. Эвакуированные жители Николаевки и Жаргаина вернулись в свои дома. Сегодня утром массивный поток достиг Кызылжарского района. В селе Семипалатинском эвакуировали больше 60 жителей. В безопасное место перевезли скот. А пока к приходу стихии готовятся в Петропавловске. На окраинах круглосуточно дежурят 9 постов. Готовы три эвакопункта и запасы продовольствия. Как сообщили в городском Акимате, в субботу 22 апреля в 11 утра в средней школе номер 13 состоится сход с участием противопаводкового штаба по разъяснению действий при ЧАЭС. Уровень воды на Петропавловском гидроусле растет. В пятницу с утра он поднялся на 14 сантиметров. На Сергеевском наоборот. Сейчас высота волны над гребнем 2 метра 35 сантиметров. За три дня она опустилась на метр. На сегодняшний день обстановка у нас стабильная. Та вода, которая была сброшена с Сергейского водохранилища в сторону по реке Ишим, в сторону города Петропавловска, она еще проходит в районе Новонекольска. У нас уже на Покровке Несейского района наблюдается спад небольшой воды. Поэтому эту воду мы ожидаем где-то здесь, в Петропавловске, уже буквально на днях завтра, послезавтра она будет здесь.